21 марта православные христиане почитают память святого Лазаря. По преданию, Лазарь был известным в своё время иконописцем. Он служил при храме, а после смерти своего наставника продолжил службу. Святой мог исцелять людей от разных недугов и придавать им жизненных сил для нормального существования. Всю свою жизнь он посвятил вере и служению Богу. Перед своей смертью Лазарь выбрал себе в наставники святого старца Феодосия, который продолжил службу в храме. Память о святом чтят и сегодня, каждый год 21 марта. В этот день славяне отмечают праздник под названием Вербоносица. В этот день принято подольше оставаться на солнышке и радоваться весеннему теплу и прилетающим птицам. Считается, что этим народ притягивает дальнейшее потепление и здоровье себе и своим семьям. Также наступает время, когда распускается верба. Вербовые котики принято ставить в воду для привлечения здоровья, мира, благополучия, хорошего настроения и счастья в жизни своей семьи. Талисманом 21 марта является вербовая веточка как символ обновления нежности и радости. С давних времен этот день ассоциировался с приходом весны. Люди верили, что именно сегодня весна берет верх над зимой и начинает властвовать на земле. Было верование, что 21 марта верба может помочь избавиться от болезней и тяжести в теле. Для этого люди побивали один другого вербой по спине и желали крепкого здоровья. Если у человека были боли в конкретной части тела, то веточку вербы прикладывали к этому больному участку, и боль отступала от человека навсегда. В этот день люди ходили в лес и приносили оттуда веточки вербы и ставили их в доме. Это считалось лучшим и самым мощным талисманом, который мог защитить дом и людей, живущих в нем от бед и напастей. Считалось, что верба изгоняет из дома всякую тяжесть, бытовые неполадки, ссоры и болезни. Но при этом существовало поверье, что нельзя человеку садить вербу, так как это грозит ему смертью. Во все времена это растение уважали и ценили. 21 марта было принято собираться всем селением на улице и петь песни. Таким образом люди хотели задобрить весну и попросить о хорошем урожае. Пели разные ритуальные песни возле костра и просили высшие силы помогать им на протяжении года. Люди верили, что те, кто родился в этот день, будет обладать крепким здоровьем и никакая напасть к нему не пристанет. Новорожденный был всегда в достатке и никогда не имел проблем со здоровьем. Считается, что 21 марта – это благоприятный день для новых начинаний, поэтому люди начинали с этого дня жизнь с чистого листа. Считается, что сны в эту ночь не предвещают ничего серьезного в обычной жизни. Как правило, они показывают те моменты, на которые стоит обратить внимание. Лучше всего постараться запомнить то, что приснилось, и постараться исправить запутанные ситуации в реальной жизни. Если вам приснился кошмар, то в реальной жизни все будет наоборот. Вы сможете, наконец-то, найти выход из тупика, в котором оказались. Вербу также использовали в лечебных целях. До того, как верба зацвела, крестьяне заготавливали кору и сушили ее на чердаках с хорошей вентиляцией. Позже из нее готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот при стоматите и горло при ангине. Порошок из вербы часто использовался как кровоостанавливающее средство. Талисманом этого дня является вербовая веточка, как символ обновления нежности и радости. Поставьте вербовые котики в воду на рабочий стол, чтобы они принесли вам вдохновение, гармонию, хорошее настроение, легкость в общении с окружающими, отогнали болезни и мелкие неурядицы. Также этот талисман поможет скорее помириться с теми, с кем вы в ссоре, а еще поможет признаться в своих чувствах. В народе считается, что в этот день нельзя ругаться, так как ссоры, выяснение отношений, обиды и агрессии в этот день недопустимы. Считается, что если 21 марта провести день в ссорах, то они будут преследовать вас и ваших друзей до самой Пасхи. Поэтому постарайтесь решать все конфликты мирным путем или вообще до них не доводить. Также считается, что в этот день нельзя пить алкоголь. Этот день нужно провести с легкостью, поэтому лучше отказаться от алкоголя и тяжелой пищи. В народе считается, что в этот день нельзя сидеть дома. 21 марта нужно обязательно выйти на улицу хотя бы на несколько минут, чтобы напитаться солнечной энергией и привлечь в свою жизнь удачу. В народе считается, что те, кто родился в этот день, от природы наделены добрым и чувственным сердцем. Они готовы помочь всем, кто в этом нуждается. Рожденные 21 марта всегда поддержат трудную минуту. Такие люди не предадут и не станут говорить неправду. Они придерживаются имиджа уверенных в себе личностей и не станут обижать людей, которые слабее их. Те, кто родился в этот день, умеют ценить настоящие чувства и всегда понимают остальных людей. Они привыкли всего добиваться собственным трудом и не нуждаются в чьей-то поддержке или понимании. Такие личности уверенно идут вперед и никогда не сворачивают с выбранного пути. Они отстаивают свои интересы и интересы близких им по духу людей. Именинники этого дня – Владимир, Григорий и Афанасий. В качестве талисмана таким людям подойдет аметист. Этот камень поможет накопить жизненную энергию и не растрачивать ее по мелочам. Он защитит от плохих помыслов и недобрых взглядов. Сегодня действует главный обычай – призывать счастье и достаток в дом. Так как день связан с вербой, которая сегодня особенно почитается, то именно с этим деревом и связаны приметы на 21 марта. Считается, что сегодня до полудня нужно пойти и выломать несколько веточек вербы. Вербу нужно принести в дом и поставить по веточке в каждой комнате. Верба сегодня притягивает много счастья, успеха, здоровья и достатка. Где верба стоит, там и благополучие водится. Считается, что сегодня верба в доме прогоняет все плохое, а хорошее призывает. Приметы на 21 марта говорят, что если сегодня увидишь своего любимого человека, то значит ваша любовь будет счастливой и крепкой. Считается, если сегодня тело слегка похлестает вербными веточками, то все болезни уйдут. Согласно приметам погоды, считается, если утром сегодня пошел снег, то нужно быть готовым к плохому и холодному лету. Если на деревьях иньи, ждите оттепель. Если пошел утром дождь, ожидайте теплую весну. Если прилетели птицы на двор, к сильному порывистому ветру. Если сегодня на улице солнечная погода, то ожидайте теплую весну. Какая сегодня стоит погода весь день, такими будут и три летних месяца. Если день окутан туманом, значит скоро будут заморозки. Если облака плывут по небу быстро и высоко, погода будет доброй. Если началась метель и снег ложится волнами на поля, это к хорошему урожаю хлеба и овощей. Если с южной стороны много птичьих гнезд, значит лето будет холодным. Если жаворонки вернулись домой, весна будет теплой. Веточка вербы, срезанная 21 марта, очистит дом от множества горестей и печалей. Субтитры создавал DimaTorzok